Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео поговорим о таком замечательном овоще баклажан. Хотя, по сути, его в некоторых местах ягоды называют. Но вот баклажан это такой хороший овощ, о котором стоит немножко поговорить. Немножко истории о баклажане. Он до сих пор еще встречается в Индии в диком виде. А в Египте, кстати, баклажаны наделяют магическими свойствами. Называют яблоком любви. У него есть якобы магическое свойство дарить любовь. В Древнем Риме, наоборот, боялись употреблять баклажаны. И даже считали, что кто будет кушать баклажаны, у того будет психологическое расстройство. В Европу баклажаны пришли под названием яблоко из Содома. Его называли грушей сладкой любви. Тоже приписывали особые свойства. Но у нас в России, как мы известно, называем наши баклажанчики. Синенькими. Они у нас все время синенькие. В основном выращиваются на южной территории России. Так как у нас хоть и можно выращивать и в других местах, но все-таки они лучше всего растут на юге. Так вот, сейчас поговорим о полезных свойствах баклажана. Содержат баклажаны в своем составе витамины. Витамин С, В1, В2, ПП. Кстати, очень много минеральных солей, таких как железо, кальций, магний, фосфор, натрий. Баклажаны также содержат белки, жиры, углеводы, клетчатку. По сути, баклажаны в малом калорийной. То есть у них очень маленькая калорийность. Так что кушать их можно сколько угодно. И даже желательно есть побольше. Так как они обладают свойствами погубно влиять на холестерин, плохой, который у нас образуется в сосудах. Вот именно баклажаны именно вводят в диетическое питание людям, страдающими атеросклерозом. У кого проблемы сердечно-сосудистые, так как он все-таки способен выводить холестерин. И именно плохой холестерин. И, кстати, если кушать баклажаны с жирной пищей, очень хорошо. Это даже почему-то еще больше работает. Вот непонятно, но оно работает еще лучше даже на чистку сосудов. Но есть особенность у баклажанов. Баклажан содержит в себе солонин. Это яд, который накапливается в кожуре баклажана. Очень часто мы его встречаем также и в помидорах, и в картофеле. Картофель зеленеет, и это образуется солонин. И в баклажанах в кожуре также содержится солонин. Вот как определить, насколько большое или маленькое количество баклажанов солонина. Достаточно у баклажана снять кожуру и оставить на некоторое время на открытом воздухе белую мякоть. Если она очень быстро поколичневеет, значит солонина много. Такой баклажан нежелательно употреблять в пищу. А если она будет медленной и коричневеть, значит баклажан хороший. В нем солонина мало. Чтобы все-таки не отравить свой организм солонином, а кто-то говорит мне так, мы и картошку зеленую едим, и ничего, живые. Конечно живые. Но вы забываете о том, что солонин – яд, который накапливается в печени. И со временем он будет губительно влиять на ваш организм. Он будет накапливаться постепенно. Поэтому избегайте этого и не ешьте те овощи, которые содержат солонин. И у баклажан также. Никогда не ешьте недозрелые баклажаны. Они содержат очень много солонина. Также перезрелые баклажаны, которые крупные и уже имеют твердую кожуру, нельзя употреблять в пищу, так как они все-таки содержат большое количество вредных веществ. И уже по сути своей бесполезные. Содержание в баклажанах калия очень высоко. Поэтому его рекомендуют кушать людям, страдающим сердечно-судистыми заболеваниями, с отеками. Потому что калия удерживает влагу и тем самым не дает происходить отечности и снижает давление. Поэтому баклажаны очень хорошо рекомендованы людям, у кого высокое давление, у кого проблемы с сосудами. Сам баклажан, конечно же, при термической обработке теряет очень много полезных веществ. Поэтому желательно его долго не готовить. То есть долгая варка или готовка может ухудшить его свойства. Но по сути баклажаны для лечения используют и в сыром виде. Баклажаны натирают мякоть белую, выжимают сок и принимают как профилактику от аэросклероза для чистки сосудов от холестерина. Это у кого большой холестерин. Но это нужно делать очень внимательно, чтобы не попадал в организм солонин. Баклажаны рекомендованы в пищу детям и пожилым людям. Именно из-за того, что это диетический продукт. Он очень хорошо справляется с малокровием. Для пожилых он очень хорошо из-за того, что именно у пожилых очень часто встречается атеросклероз, проблема с сосудами. Чем чаще вы едите баклажаны, тем благотворнее это влияние на сосуды. Баклажаны также показаны людям, страдающими желчи и почекаменной болезнью. Они очень хорошо влияют на выход камней из организма, на разрушение камней. Поэтому баклажаны должны кушать люди, у которых есть такие проблемы обязательно. Те люди, у кого есть подагра, ревматизм. Также необходимо в пищу вводить побольше баклажанов. Благодаря содержанию в них очень большого количества минеральных солей. Содержится в нем медь, которая способствует хорошему кровотворению. Это еще и помогает организму правильно развиваться. Недостаток меди сейчас очень сильно сказывается в нашем организме. Поэтому кушайте баклажаны, и вы будете насыщать организм полноценно медию. Баклажаны хорошо влияют на пристательку кишечника, благодаря тому, что содержит очень много клетчатки. Сок баклажан, кстати, обладает очень высоким бактерицидным действием. Его можно прикладывать к кашицу или соком, лечить болезни, связанные с кожей, где есть язвы и гнойники. Он очень хорошо заживляет и лечит. Баклажаны очень хорошо применять в качестве лечения проблем с обменом веществ, так как они способны улучшать водно-солевой обмен. Поэтому баклажанчики обязательно кушаем, заготавливаем. Есть несколько способов заготовить с пользой баклажанчики на зиму. Это сушка, заквашивание. Можно приготовить также салатики. Баклажаны сами по себе очень вкусный продукт, но его нужно правильно готовить. Не забываем, что после того, как почистили баклажан, его нужно положить в солевой раствор, чтобы из него как можно больше вышла солонина. Избегайте большого употребления солонина, чтобы не навредить своему организму, а только получить пользу. Обязательно кушайте баклажаны, так как они способствуют здоровым и чистым сосудам. Противопоказание у баклажан только одно. Не кушаем недозрелые и перезрелые баклажаны. Ну а на этом всем, кому понравился наш рассказ про баклажанчики синенькие, поставьте нам пальчик вверху. Будем благодарны. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok